Субтитры создавал DimaTorzok Нынешним мэром города Евгением Розневым В 2005 году был создан аналогичный фонд в Ангарске Ангарский общественный фонд города без наркотиков И к фонду в городе Екатеринбурге, и к фонду в городе Ангарске И в те далекие времена, и до сих пор предъявлялись ряд претензий Они в принципе не изменились И наверное нужно наконец-то рассказать о них И дать все ответы на эти неудобные вопросы И первый вопрос, который наверняка всех интересует Это зачем, почему был создан фонд Какие были причины для людей, которые его создали И которые в нем много лет работают Чтобы отрываясь от семьи, от работы, от детей, от жены От бизнеса в конце концов Заниматься этим неблагодарным делом 2004-го, это конец 2004-го, начало 2005-го года Я работал в агентстве недвижимости В принципе тогда в успешном агентстве недвижимости А мой друг, с которым мы открыли фонд город без наркотиков Илья Чернеев, был владельцем казино Казино Пионер Ангарский Знаешь, у банкиров есть такое золотое правило Хочешь быть богатым, защищай свои инвестиции С Ильей как-то мы собрались Сели, подумали и решили пойти в политику Это было начало 2005-го года Чтобы идти в политику Нужно иметь какую-то программу А я до этого жил в Екатеринбурге Вернулся из Екатеринбурга в 2003-м году Год там прожил И знал о том, что в Екатеринбурге существует фонд город без наркотиков И Илье говорю, Юлюха, смотри Ну, какая самая острая проблема в городе Которую именно мы можем озвучить И попытаться изменить ситуацию Наркотики Подумали, и я улетел в Екатеринбург Познакомился с Ройзманом И вот если бы тогда до меня дошло Дошел смысл слов, которые сказал мне Ройзман Я не знаю, был бы фонд город без наркотиков или нет Но я тогда на самом деле-то и не понимал, что он мне сказал А мы поговорили сейчас Мы поговорили, и он мне говорит Саня, смотри Говорит, на самом деле фонд это не для политики Политика для фонда И если начинать, то нужно начинать все по-серьезному Самое главное Я уже выходил, он меня в дверях остановил Говорит, смотри Начнешь, потом уже не соскочишь Не дошло Серьезно, честно скажу, не дошло Прошли выборы, мы эти выборы проиграли Там третье место я занял Ну, неважно Фонд уже был создан Мы начали уже совместные мероприятия С Абнон, с Госнаргоконтроль То есть уже были задержаны первые наркоторговцы Потом еще несколько раз мы участвовали в выборах Наступил кризис в 2008 году Мы закрыли фонд «Город без наркотиков» Потому что все, что мы делали Мы делали только на свои деньги За все это время С 2005 по 2014 год За 9 лет мы не взяли ни копейки бюджетной веянии В 2008 году из-за нехватки денег Мы закрыли фонд На тот момент уже там не только я с Ильей были Уже был создан попечительский совет Туда вошли другие люди Но в 2000 У каждого в душе осталось то После закрытия фонда Осталось то, что чего-то не доделали И в 2010 году Снова нас несколько человек собрались Я Андрей Скорбогатов Дима Яршов Грицаня, давайте заново сделаем И я не сразу согласился Потому что это понятно Что если снова делать это все Это опять Страта своих денег Своих сил, своих нервов Подумал Дня 2-3 И вот снова мы открыли Но уже не для политики С 2010 года Мы уже это делаем Потому что это необходимо Необходимо делать То есть политика здесь уже никак Лично я Негакого отношения к политике уже не имею Хорошо Ты сказал, что все мероприятия фонда проходят на ваши внутренние деньги И вы не берете из бюджета ничего Скажи, пожалуйста, давай посчитаем деньги То есть сколько фонд тратит личных денег его учредителей в месяц, например И на что эти деньги расходуются? Ну вот смотри, Берт Вот с 2005 по 2007 год мы с Ильей сбрасывались только вдвоем Ну там бюджет у нас где-то был 1080-90 в месяц Эти деньги шли на оплату сотрудников фонда «Город без наркотиков», которые выступали понятыми в судах Разрабатывали свои агентурные сети Давали закупные деньги сотрудникам правоохранительных органов на проверочные закупки В 2007 году нас стало 8 человек То есть у нас бюджет фонда примерно стал 200-250 тысяч рублей И помимо вот этих перечисленных расходов мы стали выпускать свою газету Это в месяц В 2007 году мы открыли реабилитационный центр Он у нас год просуществовал Вот здесь мы со Скоробогатым Андреем посчитали, сколько мы израсходовали Тут уже за год мы на него истратили на этот реабилитационный центр Своих полтора миллиона Только собственные деньги Сейчас у нас в Иркутске четверо, в Ангарске четверо Ну и бюджет фонда где-то составляет тоже По Иркутску, по Ангарску примерно около 100 тысяч рублей Эти деньги все идут только на оплату сотрудников На оплату агентов на закупки Даем деньги на закупки правоохранительным органам Смотри, у нас видишь еще по поводу денег У нас принципиально такая позиция Не то, что нам не дают бюджетные деньги Мы принципиально не берем бюджетные деньги Раз мы начали сами То мы за свой счет Вот это мое внутреннее убеждение Мы за свой счет и должны это делать Есть много других слоев населения Где бюджетные деньги нужнее Инвалиды, многодетные Пусть туда дают Нам не надо Хорошо На одной из пресс-конференций Нынешний губернатор Сергей Рощенко Сказал, что есть много частных программ Общественных программ Которые должны двигать те люди Которые их создали И в частности посвящала такая фраза У меня даже один родственник Занимается борьбой с наркотиками И я этой общественной организации Не даю ни копейки Насколько я знаю Он каким-то образом имел в виду тебя То есть Вопрос состоит в чем Какие у вас отношения с властями С городскими и с областными И насколько эти отношения определенны Вот смотри Я понял вопрос Смотри Давай тогда начнем про Рощенко На самом деле У нас там настолько далекое родство Что я-то в принципе не считаю его за своего родственника Но как мы с ним пересеклись Позвонил мне Ройзман Это был 2010 или 2011 год И говорит Я с Прохоровым сейчас Еще правое дело Партия была не гражданская платформа А правое дело Я с Прохоровым Прохоров попросил меня поддержать Саня узнай Кто у вас там занимается этой партией И давайте вместе посотрудничаем Я узнал То есть у нас тогда ее и Рощенко возглавлял Он еще не был губернатором Созвонились с ним Я и Андрей Скорбогатов приехали К нему в речное пароходство Сидим разговариваем Денег мы у него абсолютно не просили Сидим разговариваем Он говорит Парни вы чем занимаетесь? Он говорит Вот фонд город без наркотиков В Ройзман-Закатильенбурге Мы в Ангарске, в Иркутске Вот начинаем Работать А Андрюха еще Долгое время помогает Областному детскому дому Он говорит Андрюха, я еще детскому дому помогаю И Рощенко говорит Я дам вам 200 тысяч И дам 100 тысяч На областной детский дом Спасибо, но нам таких денег В принципе 200 тысяч Лучше помаленьку Но каждый месяц Чем Он говорит Сделайте мне письмо Сделали ему письмо Так он В итоге ничего и не дал Нам то и не надо было Неудобно Просто перед детским домом Мы уже сказали Ну ладно Бог ему судья Все На этом наши с ним отношения Как и общение Кое-либо прекратилось Что касается городской власти Тут ситуация такая Она Фонд набирает обороты Набирает в принципе Вес в обществе И люди приходят Уже с проблемами Не только по наркотикам Вообще с разными проблемами И обращаются к нам Я спрашиваю Почему к нам-то обращаются Потому что мы увидим Вашу жизненную позицию Ну вот я сразу скажу Что я вот живу в Ангарске Вижу что происходит Мне никто не может запретить Говорить то что я думаю И называть вещи своими именами А нашей власти Это не нравится Нам недавно митинг Запретили Мы хотели провести митинг Там по спайсам Нам его запретили По надуманным причинам Абсолютно по надуманным причинам Лишь бы не пустить фонд Не дать фонду Открыто сказать то что Мне думают Просто городская власть Нас боится А вот силовыми структурами В принципе вы же должны работать В тесной связке Грубо говоря Каким образом они относятся К действиям фонда Город без наркотиков Каким образом Вы им помогаете Или мешаете Вот мы как с 2005 года Когда начали работать Мы в принципе Начали сотрудничать со всеми То есть мы У нас Кто занимается У нас проблемой наркотиков Это Создана структура Госнаркоконтроль Есть Обноны При ГУВД Иркутской области Отделение по борьбе С незаконным оборотом наркотиков И существовало еще УБОП Управление по борьбе С организованной преступностью Которое тоже Занималось наркотиками Вот мы сотрудничали Со всеми тремя Этими структурами До определенного момента В госнаркоконтроле В каком-то там В 2007 В легком году Поменялось руководство И То есть ушел генерал Вместе с ним ушли Работоспособные сотрудники И Пришли на самом деле импотенты Вот Мы с ними перестали сотрудничать У нас сейчас идет сотрудничать Только с обнонами И Вообще здесь Почему В принципе Ты знаешь Вот Я не понимаю Госнаркоконтроль ФСКН Федеральная служба По контролю За оборотом наркотических средств Денег там Очень много Но они себе Декларируют Ставят Свою работу Они задекларировали Как Мы не нацелены На закрытие Отдельных наркоточек Мы Не задерживаем Мелких бегунков У нас задача Отслеживать Всю цепочку Там Если дойдет до Афганистана Хорошо Что до Афганистана Дошла А я это вижу Немножко по другому Вот Мы с тобой Простые жители И нам не важно Сколько Наркотиков Там Дойдет цепочка До Афганистана Или нет Сколько наркотиков Сюда привезли Нам с тобой важно Чтоб сегодня В нашем подъезде Не продавали наркотики Это первое Второе Смотри Они За счет чего Получают зарплату За счет Денег Налогоплательщиков А значит Если Их работа Заключается в том Чтобы в городе Не продавали наркотики Они за это Получают зарплату Если в городе Все таки Продают наркотики Значит они зря Получают свою заработную плату При этом Еще раз повторю Декларируя себе Что им Не интересны Одноразовые выхлопы Им интересны цепочки Вот мы сделали Сделали запрос Вообще Когда мы запрашиваем информацию Вот я Как президент фонда Запрашиваю информацию Министерства здравоохранения Иркутской области Боснаркоконтроль Отвечают Эта информация является Служебной Не секретной Не особо секретной А просто служебной И для официального Распространения Не подлежит Стал у нас Мой друг Член общительского совета Дима Яршов Стал депутатом ЗАГС собрания Сейчас мы делаем Запросы через него Так вот смотри Мы сделали запрос Сколько изъято Наркотиков В Иркутской области В 2012 году Ну вот мы это В прошлом году В 2012 году Госнаркоконтроля Было изъято Берем только пока По героинам Героина 72 килограмма По всей Иркутской области Много ли это мало Чтобы ответить На этот вопрос Мы спросили А сколько Наркоманов В Иркутской области В Министерстве здравоохранения Задали вопрос Наркоманов В Иркутской области Грубо говоря 10 тысяч человек Состоит на учете Все знают Что наркомания Латентна Умножаем Цифру на 5 Получается 50 тысяч человек В Иркутской области Наркоман В среднем Один наркоман Один грамм Героин в день То есть 50 килограмм В день Расходуется В Иркутской области В год Это получается От 18 тонн героина Ну а теперь сравни 72 килограмма Изъятых 18 тонн Грубо говоря Полтора мешка сахара И 360 мешков сахара Вот много это или мало Другой вопрос Какой фонд Несколько Какой фонд заработной платы У ФСКН По Иркутской области Запомни эту цифру 72 килограмма 72 килограмма Это примерно 72 миллиона Будем говорить Заработная плата Их составляет 230 миллионов То есть Им заплатили 230 миллионов А изъяли они На 72 миллиона Говорит об эффективности Этой структуры Я вообще считаю Что Они должны заходить В каждый дом Где ребенок умер От передозировки И просить Стоя на коленях Просить прощения За свою работу Люди которые Слабо знакомы С работой фонда Но Слышали о нем Склонны говорить Да Они там просто Там нахлобучивают Тех наркоманов Наркобары Которые Не выгодны А других Крышуют Вот Хотелось бы узнать Такую Одну простую вещь Чисто теоретически Есть ли возможность У сотрудника Фонда Город без наркотиков Который участвует В какой-то из операций Забрать со стола Несколько человек Героина Иначе говоря Вопрос заключается В чем Имеют ли сотрудники Фонда Город без наркотиков Доступ К изъятому героину Вот смотри Мы Сами Мы никого Не задерживаем Мы можем Отследить Всю цепочку Выстроить цепочку Но конечная Реализация Она всегда будет проходить С сотрудниками обно С операми обно И поэтому Когда проходит В обыск В квартире Там же присутствуют Задержанные Присутствуют Понятые Присутствуют Опера То есть Ну Чтобы взять героин Такой возможности Героин Либо другой Такой возможности нет Сейчас Это первое А второе Смотри Мы все Люди Обеспеченные Мы свои деньги Вкладываем Чтоб С этим Бороться И за Несколько Чеков Мараться Ну Овчинка Выделки Просто Не стоит А самый Простой Ответ Я не знаю В формате Этой передачи Или нет Вот для меня Это говно Когда меня Спрашивают О переделе Наркорынка И говорю Вот для меня Это говно Вот вам надо Возьмите Мне не надо Надо говно Возьмите Мне не надо Теперь поговорим Немножко О существовавшем Год В реабилитационном центре Сколько у вас было Наркоманов На лечении Насколько ты уверен В эффективности Без медикаментозного Лечения Наркоманов И как К ним Относились Во-первых Каждый для себя Должен ответить Кто обсуждает Эту тему Считает ли он Наркоманией болезнью Или нет Я не считаю Наркоманией болезнью Ни один наркоман Не умер От ломки Умирают От передозировки Наркоман От ломки Не умирает Три дня Ломка Длится Три дня Вот физически Плохое состояние Три дня Что такое Что такое Регуляционный центр У нас был В фонде Город без наркотиков Это было Закрытое учреждение Куда Мы сами Привозили Наркоманов Часто без Их собственного Желания Почему так Приходят Ко мне родители И говорят Вот свинья Просто закололся Из дома Все вытащил Причем Родители часто приходят Когда я из дома Утащил телевизор Вот пока Все тащат из дома Они приходят Как только телевизор Утащил Приходят и говорят Заберите Сам не идет Еще знаете Как Приходят матери И говорят Мы колемся Я говорю Кто вы колетесь Вы Ну не я Сынок мой Сколько сыноку лет 24 года Я говорю Да у меня 23 года Уже сын родился Какой сынок Забота Заботиться Гиперопека Гиперопека Правильно Так вот Привозили Привозили их сами Никто ничего другого Лучше не придумал Как изолировать их От внешнего мира И чем дольше Он изолирован От внешнего мира Тем у него Больше шансов Что включится голова Смысл это в чем был Продержать его На карантине Для чего Чтобы Ну может Чувство голода Их кормили Нормально кормили Прошла вот эта Физическая ломка Три дня Там В чем заключается ломка Может живот болеть Может там Под коленками В локтях Суставы Суставы ломить Все Месяц они у нас Пробыли на карантине Чтоб не убежали Мы их пристегивали Наручниками к кровати Скрывать не буду И после этого Они у нас С карантина выходили То есть Жили Уже со всеми В общем коллективе Мы их Организовывали им работу Вывозили на работу Мы платили деньги За это Но Наши правоохранительные органы Посчитали Что мы незаконно Лишаем их свободы До Ангарска это не дошло Но Егора Бычкова В Нижнем Тагиле Стали судить Сейчас в Екатеринбурге Женька Маленкин Находится под стражей Тоже за Незаконное лишение Свободы Наркозависимых У нас центр Пробыл ровно год У нас он был Реабилитация Рассчитана Ровно на год Центр у нас Просуществовал год И из всех Прошло там Более 100 человек Но вот 4 человека У нас пробыли год Из этих 4 человек До сих пор Я знаю Это прошло Вот уже 6 лет Я знаю Что двое Точно не колется Про двоих Я просто не знаю Их судьбу А два человека Знаю Что точно Точно не колется Истратили Я как у тебя уже сказал Истратили Мы на это Собственных денег Полтора миллиона Причем У нас реабилитация Стоила 5000 рублей В месяц С родителем Мы брали Это только на еду Ну вот То есть нужно Взрослого мужика Три раза в день На 5000 рублей Накормить Остальное Зарплата сотрудников Охрана Аренда Все это мы оплачивали сами Ушло у нас полтора миллиона Сейчас каждый из нас Задает себе вопрос А стоили Вот эти две человеческие жизни Полутора миллионов Никто не сказал Что нет Не стоили Все посчитали Что да Истратят Двоих Вытащили Ну и хорошо Как это в других центрах Делается Я не знаю Ну Никто Вот сейчас Никто нигде Никого Насильно Насильно не держат Родители пришли Заплатили деньги Он утром поел кашу И ушел Деньги не возвращаются Мы деньги Если у нас ушел Человек Не ушел Убежал То есть у нас были побеги Мы возвращали деньги Наконец-то до государства дошло Что другого способа-то и нет Как принудительное лечение То есть как Как побороть наркоманию Ну Это во-первых Профилактика в школах Во-вторых Закрытие наркоточек И третье Третье реабилитация Но чтобы сделать реабилитацию Она должна быть То есть Два выхода Либо ты садишься в тюрьму Соупотребление наркотиков Либо у тебя принудительное лечение Идет Принудительная реабилитация Нужно создать реабилитационный центр Вот сейчас Об этом государство говорит Создать реабилитационный центр Закрытого типа Помнишь раньше ЛТП было И поместить всех наркоманов В это был ЛТП Мне нельзя Просто так Уйти И чем дольше Я еще раз говорю Чем дольше наркоман находится В изолированном помещении От общества Тем больше шансов Что у него включатся мозги Бросит колодцы Все ведь знают Что есть какая-то ужасная Страшная наркомафия Поэтому Как только Стало известно Что был создан Фонд Город без наркотиков Сразу сказали Ну им же придется договариваться С этой наркомафией Ну она есть Конечно есть В Колумбии В Мексике В Афганистане У нас на самом деле Все это Все это фигня Ни разу к нам Никто не приехал За барыбу Ни разу никто ничего не сказал Потому что все знают Что Может словосочетание Кого-то покоробит Но мы с вами живем В таком обществе В парадоксальном немножко Что Порядочный хулиган Никогда за барыбу Не поедет разговаривать Это само слово Порядочный хулиган Да такое Никогда за барыбу Никто не приедет разговаривать И никто Нам ни разу не приехал И за барыбу Ничего не рассказал То же самое В Екатеринбурге Я когда мы фонд открывали То есть я этот вопрос Задал Ройзману Там не Ройзман А не ответил Кабанов Он говорит Саня Никто никогда не приедет Разговорить Прошло почти 10 лет Работы фонда С небольшим перерывом Ты для себя уже сформулировал Определил А стоило оно того Вот Если бы сейчас вернулся В то время Ты бы стал этим заниматься Снова Уже зная все то Что произойдет Все эти сложности Все эти проблемы С властями С силовыми структурами Не знаю С непониманием людей Вот Насколько это Насколько это было Нужно тебе самому Насколько это было Нужно парням из фонда Есть Допустим Есть ряд ответов Да Вот которые Ну можно сказать Допустим Берт Стоило не стоило Но опять же Надо для себя решить Быть или казаться Мы решили все таки Быть И исправить ситуацию В городе Мне звонят Допустим Взрослые люди Говорят Вот у нас в подъезде Наркоманы колятся Я говорю Стоп Каждый уважающий себя Мужик Может сделать так Чтобы в подъезде Не кололись И не надо вызывать милицию Ты можешь сам С этим справиться Наркоманы понимают Только язык сил Потом с другой Если Государство не может Защитить твоих детей То оно не вправить И мешать Защитить Самому Своих детей Вот эти Вот эта мотивация Да Конечно Если брать Вот эту мотивацию Конечно То есть Отмотать Время до 2005 года Конечно Да Занимался бы А если брать Ту мотивацию Когда тебе говорят Да выпей Занимайся переделом Наркорынка Вы для политики Ну и еще Там для чего-то Здесь начинаешь Задумываться На самом деле Надо или нет Опять же знаешь Отвернешься Продышишься И снова дальше Снова дальше делаешь Хорошо И последний вопрос В заключении А что дальше Ну вот смотри Вы занимаетесь этим 10 лет В принципе Тут сложно говорить О том Кто победил Но ситуацию С торговлей Наркотиками Удалось переломить То есть Если в 2005 году Ангарск был Вообще едва ли не Столицей Восточной Сибири По распределению Наркорынка И мы все помним Как каждый день Туда ездили Из Иркутска Из Шелихова Из Уссолья Такси За героином Вот Сейчас такого нет Фонд существует Он продолжает Свою борьбу С знакотрафиком Но И сколько это будет Продолжаться Что дальше Видишь ли какие-то Пути развития Фонда Или вы так и будете Заниматься Локальной борьбой С наркоманией Смотри Смотри Вопрос ты задаешь Вот ты правильно Говоришь Да Ситуацию удалось Переломить Но ее удалось Переломить По героину Сейчас Пришел новый Наркотик Спайс Страшнее героина На самом деле Страшнее героина И причем Он направлен Против школьников Основные потребители Спайса Это школьники Мы не знаем Что будет Через 5 лет Через 7 лет Когда начнут Рождаться дети У тех Кто потребляет Спайс Для нас это проблема Это первое Второе Смотри Я тебе уже сказал Что Она машин Когда закрутилась Колесо Это закрутилось То есть Идет 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 И уже остановить Это тяжело И начинают появляться Другие проблемы Мы вроде бы Занимаемся борьбой С наркотиками Но люди приходят С другими проблемами Я сказал А почему приходят Потому что мы не боимся Называть вещи своими именами Мы не боимся Вступать в конфронтацию С областной властью С городской властью Не боимся И добиваться Правоты Поэтому остановить Сейчас на самом деле Это очень тяжело В каком направлении Развиваться А что дальше Да здесь Смотри Здесь жизнь сама подсказывает Здесь жизнь сама подсказывает Как это будет Вот сейчас занимаемся Наркотиками Ну возникнет Какая-то еще проблема Будем заниматься Еще этой проблемой То есть Мы не выбираем себе Проблемы Они к нам Сами приходят И мы их решаем По мере поступления Это были неудобные вопросы Для президента Ангарского общественного фонда Город без наркотиков Александра Шумилова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok